А вот и привезли блок от этого холодильника. Вот такой он был. Я же говорю, что это трос-форматор. 240 вольт, 50-60 герц. А вот выход не показывал. Ну, скорее всего, 15-18. Тут больше-то и не бывает. Вот так легко он извлекается. Сейчас мы его прозвоним. Как вы знаете, трос-форматор это просто две катушки. Первичная и вторичная. Намотанная. Алло. Да, здраво-здраво ради. Я вот как раз ее делаю сейчас. Мне принесли трос-форматор от такой же платы. Сейчас хайфотку сейчас могу даже скинуть какой-то трос-форматор. Там такая коробка белая стоит. Первичная обмотка и вторичная обмотка. Они звонятся как резистор, как сопротивление. Потому что это просто проволока замкнутая. Вот, пожалуйста, сразу видно. Первая обмотка не работает. Так, одна обмотка не работает. Вторая работает. Это имеет низкое сопротивление. Ни с какого вам, значит, это вторичная. Термопредохранитель по-любому внутри полетел. Надо разбирать и искать его. Так-то с виду, ты сама это целый. Просто чуть подогрелся и все. Скорее всего, это первичная. Она обычно летит. Ладно, пластик можете смело сломать. Тут, собственно, он нафиг не нужен. Да, это первичная. Вон, тонкий провод, куча его. А вот термопредохранитель, собственно. Мы до него добрались, что радует. Так, теперь надо аккуратно срезать вот это вот все лишнее или как-то лопнуть его скотч этот. Аккуратно, не сломайте. Тут очень тонкий провод. Легко прям задеть чем угодно. Особенно шилом. Отчего ломаются термопредохранители, спросите вы. От перегрева. Они для этого и сделаны. То есть, было повышенное напряжение в сети и он выключил трансформатор. Но, на самом деле, я их не терпеть не могу толку от этих термопредохранителей, как отказала молока. Только технику ломают. Если уж все равно выкидывает трансформаторы неразборные, зачем тогда ставить ему термопредохранитель? В случае сильного замыкания, то тонкие провода сами бы просто сгорели. Как они сами предохранители работают. Первичные обмотки. Вот он, сволочь. Т7Е, что-то там такое. Jet 45 градусов всего. 250 вольт, 1 ампер. Да, помял, конечно, но не сильно. Вот так вот берем два этих контакта несчастных. И собираем вместе их. И запаиваем. Все. Вот и весь ремонт. О, другое дело. Первичная обмотка 380 Ом. Это норм. Они обычно идут 200 до 500 Ом. Ну, там зависит от мощности сама. Чем мощнее, чем толще провод, тем меньше сопротивления. Но не всегда должны больше быть. Гораздо больше. Буквально в сотню раз, чем вторичная обмотка. Ну, потому что тонкий провод. И больше гораздо витков. 380 Ом. Так, теперь такая МСУ 220. Сейчас будем тестить платы. Так, чтобы вот эта штука не замкнула ни с чем. Можно тот же кембрик и одеть на нее. Какой-то стоял. Какой-то жесткий он. Пойдет. Мне просто, конечно, повезло, что я добрался до предохранителя. Обычно такие-то соматеры выкидывают. Ну, соберем клиентовскую, так сказать, сумму на ремонт тоже. Так, через лампочку запустил. Просто так, потому что тут крокодильчики есть. У меня крокодильчиков не хватает. И сейчас посмотрим, сколько выдает он. Ставим переменку. 14.31. Отлично. Так и знал. Галогянка. Тащит. Еле как, но тащит. И эта, кстати, тоже краснее стала. Сейчас выключу свет. Можно с помощью лампочки нагрузку отслеживать. Ну, в последовательной цепи всегда так. Вот если сильно присмотритесь, она красненькая, видите? Так что вот такая вот техника старая дедовская. Она всегда на глаз можно много чего определить. Обычные лампочки. Ну и теперь платы. Прямо ставим вот сюда. Ни в коем случае не на этот. Вот они, переменные. Да, работает она, в общем. Вот, понажимай кнопочки. Может, что-нибудь появится. Джин какой-нибудь вылетит. Что, пищалки? А, тут пищалки-то нету. Что я дожду-то? А вот это как раз родная вроде. Тут два. Вот они идут сюда. Через предохранитель еще один даже. Вот сюда, на диодный мост. Давай-давай. Ихрен влезешь. О, тут пищалка какая надо стоит. Он тёп и становится. Ну, такое. Не сильно горячий. Да диски вообще плавились. Тут побольше металла и вроде побольше меди. Если вы совсем, так сказать, боитесь о своей безопасности, то ставьте еще предохранитель вот сюда последовательно. Обычные стеклянные в упаковке.